Мы будем съезжать на квадрике. Сейчас укомплексовываем. Стопе. Такого еще точно не было. Сидеть, 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 сидеть. Сидеть. А тут уже обрыв. С этой стороны мы едем тупо по обрыву, Рокки. Вообще по обрыву. Сидеть, 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 сидеть. Пол шестого утра. Очень красиво. Базара нет. Реально, очень красивый восход. Но камон. Эти звуки. Это как бы не пение птичек. Прям по башке дыренчит. У меня и так башка раскалывается. Потому что я раз 30 вставал за ночь. Потому что они то скулят, то еще что-то. Я с ними выйду, поговорю. Короче, немножко тяжко то, что собак не пустили в дом. Нельзя. Можно, можно. Молодцы. Молодцы. Доброе утро. Теперь у нас утречка начинает с того, что мы проходим рядышком. Здороваемся с этой лошадкой, которая к нам вчера подбежала. Красавица. Привет, привет, привет. Когда я сам, мне неудобно подойти. Так бы тоже подошел бы, погладил. Но боюсь, что вот эти звери как начнут прыгать. Во все стороны. Такая красота. Чистое небо. Тишина. Не могут тут ожидать люди, что за ними будут подсматривать. Вот так вот один человек выкупил улочку и строит домики. Чисто своей тусовочкой. Вы вообще видите, насколько мы высоко? Сколько рядочков гор видно во все стороны. Коровы прям прогоняют. Вы посмотрите, вот этими своими движениями головой. Она сейчас вот будет такая снизу вверх. Прям вот так вот пошел отсюда. А Майку только дай повод. Его нужно оттягивать от всех. Вот оно залезет, потом не может найти. Рокки, иди сюда. Давай, пролазь под. Молодец, молодец. Посмотрите, что происходит. Мы увидели стаю коровок. И вон самые отважные пошли прогонять. Пошли прогонять наших демонов. Потому что видите, как настроен Майк. И они тоже, я бы не сказала, что дружелюбно настроены. Ой, ой, ой. И перелезь же одну секунду. Майк психованный. Что за пес психованный? Гляньте, они... Ой, как жмат. Все. Началось. Началось. Пссс. Ой, все, врывается вся банда. Кошмар. Я тоже, девочки, не понимаю, что происходит. Я его так не воспитывала. Вы на меня не убежаетесь. А то мне уже тут страшно возле вас идти. Да, стрёмненько мне. Они на меня поглядывают. Этот дебил с тобой. Да, он со мной. Зая, мне стрёмно тут идти. Виально стрёмно. Я могу? Я пройду? Мне вот это вот копытом не надо получать. Зая, ты дурак. Я не пойду этим путём домой. Мне стрёмно. Что ты их раздраконила? Ты же демон, демон. И он, демон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой-ой-ой, еще одна змейка погибшая по дороге, лежит бедолажка. Пока мы тут в тенечке прилегли, мы еще изучим эту змеючку. Кто это такая? Это все-таки маленький ужик или что за змея-то? Ой, красивенькая опять. У нас тут спор, что делать? Наши друзья купили себе Добермана, щенка Добермана. И я хочу, чтобы наша стая с ним познакомилась, но Лера говорит, что только Лекси. Что вот эти мужики его напугают. Да, но Рокки может быть еще норм. А вы что думаете? Мы возвращаемся домой, а Лера хочет найти другую дорогу. Ой, я не хочу через корову, ну реально стремно. Ну типа, ну блин, ну мы сейчас отхватим. Оно сейчас или перелезет, или перепрыгнет. Как корова перепрыгнет? Он сейчас этот бык своими рогами вот так вот просто проломит. И что ты будешь делать? Это будет трэс. Ну типа, собаки погибнут в этой схватке. Ну, во-первых, я верю в наших собак. Они помощней будут. А во-вторых, ничего такого не произойдет. Коровы уже давно про нас забыли. Пошли кушают и даже как сон не вспоминают. И вообще вы же видели, что это не мы, а коровы метров 150-200 за нами топали. Ты что тут остановилась у кого-то капусточки пощипать на огородике? Короче, это не мы к коровам пристали, а коровы нас преследовали. Да еще и организовано всей бандой. Главное, чтобы нас сейчас тут за завтраком не укачало. Кайфовенький такой форматик. Сидишь. Уютно. Вокруг зелень, вид там на горы. То, что надо. Так, и ууаля. Ляпс. Якую. Мы зашли в такое украинское заведение, в колыбу. С украинской кухней, а Лера, нет, уже поднадоел борщик. Уже хочу суши. Все, хочу суши, справилась. 3 года человек ел борщ, борщ и только борщ. А у меня тут горячая сковородочка. Ой, ну вообще, то, что надо, то, что надо. В видео попала курилка, Лера, но и мне всегда в комментах пишут. Курилка, курилка, курилка. Я согласен. Бобите ей в инстаграм, чтобы она бросала курить. Она прям жестко зависимая от этой дряни. А оно ведь супер вредное. Прям очень вредное. Лера даже не понимает, насколько оно вредное. Эй, 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 ты что творишь? Делиться едой. Делиться едой? Тогда окей, я возьму ролл. Нет, не трогай. В смысле, надо уметь делиться едой, тогда ролл беру. Нет, ну картошка, блин, и сушить, и сравнил. Надо уметь делиться, алло. Кажется, по рукавам видно, что это прям мой размерчик. Оно с ними, чтобы было видно обе руки. О, да. Буду представлять, что я ребенок одел папан, папан костюмчик. Ты видишь, что я не в кадре? Подвиньте чуть-чуть вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. А дьявол в каблучке, да, молодец. Нормально. Сколько раз ты замотал свои коротыши? Четыре, пять, где-то тут. Нормально. В общем, размерчик халатика выдают то, что надо. Совмещаю приятное с полезным. Зайдите, оцените видосик, как мы добирались до Карпат. Всю нашу дорогу. Если вы еще не видели, ссылочка на видео в описании. Не пропустите. Ооо, ну вот это местечко, конечно, хоть оно не особо-то и греет, но очень красиво. И запах, и запах кайфовый. Ой, у меня камера запотела, все, сорян. И в очередной раз скажу, как я кайфую. Когда мало народа, он лершит, а там питьки поправляет, красуется в зеркало. И тут так все атмосферненько. Подсветочки, конечно, очень сильно решают. Мы здесь на целый день, чтобы везде успеть попариться. Ну что, водички наберешь? А то мы прям хорошо зависли сейчас сильно. Все, 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 нужно полежать, наверное, или где-то полежать. И мне, пожалуйста, холодненький. Я не брезгливо, можем с одного стаканчика. Спасибо, спасибо. Очень было вкусно. Да, подождем, когда дойдет очередь. О, да. Надеюсь, вы сейчас вместе со мной ощутите. Да еще и на улице можно теперь тут почилить. Где солнышко? Солнышко с минуты на минуту будет. Все окей. Тогда я иду звать. О, о, о. Уже солнышко выходит. Сразу другими красками все играет. Иду звать свою мадаму. Мне кажется, или моя зая не то место выбрала, чтобы загорать с очками. Сидит в очках в телефоне. Может, лучше на улице, там, где солнышко. После бани болят глаза, и надо в очках висеть. Но такое. Опять она выбрала массажистов мужиков. Вообще непорядок. Мне не нравится. Отгадай, отгадай. Где твое? Полуныти или баблгам? Не знаю. Давай дадут. Нет, это мое. Ну, я так и знала. Так тебе полуныти. Хочешь баблгам? Ну, окей. Страшно, да? Страшно. Отбегаешь, как можешь, под крышей. Потому что... Фу, мерзко, мерзко, мерзко. Мы вышли с спа. Хорошо попарились. А тут дождик, дождик бахнул. Фу, бежим кушать. Хорошо, что бежать кушать недалеко. Сразу через дорогу. Тебе надо точно в машину сначала? Угу. Оставляем шмоточки. И быстро кушать. На улице пасмурно. А тут в животиках. Вы посмотрите, как она хрумкает. Прям все до последнего доедает. И салатики. И вот это вот сало. Боже мой, это перетертое сало. Это лучше, что может быть. Я не понимаю, как ты не доел вот это сало. Оно ведь идеальное. Ты взял его и не доел. Я тебе не доел. Я тебе не доел. Услышали, что я тут снимаю. И смотрят. Просто рассматривают, что здесь происходит. На кого вы там охотитесь? Что это за морды повыскакивали? Тут кошка бегает или что? А вам так удобно, господа? А мы теперь на вечернюю прогулочку. Залетайте. А ну-ка. Опа, скотчем мы сюда повыше. Красота, конечно, очень по кайфу. Но везде пасутся лошадки, коровки. Везде есть чьи-то домики. Невозможно, вообще невозможно отпустить собак. Потому что они сразу побегут врываться и к коровам, и к лошадкам, и к собакам, которые в будках на привязи возле каждого дома. Мне вокруг по сторонам посмотреть круто. Но собак я тут отпустить не могу. Но прогулки здесь, увы, неполноценные. Сколько мы ходим вокруг одни поля голубики. Это же голубика, правильно? И ее прям капец как много во все стороны. Вот туда всю дорогу идет голубик, Алексей. Потопали, потопали. Спускайся, мы еще и не кушаем ягодки. Не настолько мы голодны. И тут все голубика да голубика. Нет, Рокки, пожалуйста, вышел. Ну фуууу. Фууу. А куда нам тут пойти, в эту сторону или в ту, поближе к солнышку? Все-таки утречко еще прохладно, поэтому давайте в сторону солнышка сходим, погреемся. Невозможно пройти мимо травки, обязательно ее нужно пожевать. И будем потом, конечно же, с минуты на минуту ждать, когда блюют. Но вы заметили, сейчас на каждой прогулочке, на каждой нужно обязательно потрескать. В городе не такая сочная травка, да? Надо наживаться наперед. Рокки с той стороны выбрал себе, чтобы с видом на горы, на леса, а нам и тут хорошо. И выбирает, тянется, смотрите, пытается дотянуться до самой лучшей, выбирает что-то там. Майк, она еще и разная оказывается, никакую попала же ее. Какие факторы должны сложиться, чтобы Майк все-таки выбрал травку, съедобная она или нет? Тут выскочил охранник, маленький Йорик. А нет, это пикинес, пикинес. Охранник, да, истинный охранник. Отогнал, отогнал больших волков от дома. Обязательно пиши коммент, как только он приходит тебе в голову. Я не на все комментарии, конечно, отвечаю, но читаю абсолютно все. И мне реально интересно, кто кайфует от природы, кому что именно больше всего нравится и заходит. Поэтому все-все-все, что вам в голову приходит, не стесняйтесь, пишите. Везде забор, 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 забор. Куда мы можем пройти, в какую сторону, непонятно. Потому что где-то еще и дворы без забора. Усюди приватная власть. А я не знаю, как понять, где свободная стежка. Куда мы можем уйти. Здесь, конечно же, местных жителей я стараюсь русской речи не кумарить. Только на украинском разговариваю. Попереду выглядит очень похмуро и холодно. Но мы все равно оцениваем. Сам запутался. Обходи. Нет, 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 не ломай елочку. Обходи, психуешь. Давай. Еще и два круга намотал. Два круга. Давай, молодец, молодец, молодец. Вот еще один круг надо тебе сделать. Рокки, давай. Ты сам запутался. Что ты туда побежал? Еще и вокруг елки начал бегать. Давай, думай, ищи варианты. Не-не-не, Лексик, сейчас ты еще подошла ему помогать. Сейчас запутаешься, я тебя знаю. А что делать? Сам разбирайся. Ну, скажи, я тебя туда послал или ты туда пошел? Ты пошел. Сам разбирайся, взрослый мальчик. Может, процесс ускорится, если я рулетку тут оставлю, и ты будешь сам разбираться. Не-не-не-не-не, хитрый жук, так не пойдет. Вот говнечара, сейчас еще больше запутается. Ну, вот и полноценный лес. Мы можем уже гулять. Я вот в очередной раз убеждаюсь, что нельзя у местных жителей спрашивать какие-то дорожки, маршруты. Они никто не ходили по горам, и они реально не знают вообще, где здесь можно гулять. Дедуля, который сторожит дома, в которых мы живем, вчера нам сказал, вот в ту сторону не ходите, там вообще некуда пройти. Вот сразу там уже территория частная, идите только в ту. Мы вчера с Саней прогулялись, а там реально идти некуда, там чисто дорожка между домиков, идем, 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 и никуда в итоге не выходим. И я сегодня решил, а пойду в противоположную сторону, куда я изначально и спрашивал. И вот мы вышли в полноценный лес, на вершину горы. Конечно, нету тут никакой дороги. Это кто-то так обозначил, что он отхапал себе этот лес. Заборчик такой сделали из деревьев. Раки, стоять! Вот недолго музыка играла, и здесь все-таки огородили себе территорию. Это вообще законно, вот так вот все подряд себе позабирали. И даже пройти нельзя. Хотя бы дорожку оставили, чтобы можно было куда-то пройти. Ко мне, ко мне, ко мне. Попробуем, значит, обойти. Побежали вверх, побежали, побежали. Раки, догоняй, 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 догоняй. Потому что вон уже коровы пасутся. Опасное движение. Давай, давай, давай. Будем гулять, значит, вдоль заборов. Вверх, побежали. Молодцы, молодцы, умнички. А это у нас что за ягодки такие растут, а? Что это такое, напишите в комментах. На вкус пробовать не будем. Пошли, ты мой брейкер. Давай, подрывайся, малая, погнали. Я хочу обойти прямо все вершины на этой планете. Везде хочется пошариться. И кусты малинки нашли. Правда, без малинки, да? Не видать. Ну вот, что-то есть такое масенькое. Но кто-то уже все сожрал. Лекси, 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 хватит вываливаться. Если ты будешь грязная и вонючая, то ты же не будешь рада тому, что мы тебя будем купать по полной. Мы пришли к кому-то в гости. Я надеюсь, никто не будет против, что мы здесь так шаримся, Рокки. Обошли со всех сторон. Теперь внутри. У-у-у, а что это за плантации здесь выращивают? А, Лекси? Вышли. Нас никто не приглашал, внутрь не заходим. Снаружи можем только любоваться. И мы покорили еще одну вершину. Но долго мы здесь на солнышке не будем находиться, потому что у меня было, походу, не только отравление от воды с этих ручейков в горах, но и обезвоживание, и солнечный удар. Причем очень сильный солнечный удар. Я третьи сутки и рыгаю, и пью парацетамолку. Температура уже прошла, но башка до сих пор очень сильно трещит. Поэтому на солнышке мы долго находиться не будем. Какие огромные паутины и паучары у нас здесь под ногами ползают. Это вообще прям капец, сколько тут таракашков разных. И вы видите, здесь забор, и уже вот здесь забор. То есть это уже другая частная территория. И мы чисто между двух заборов можем гулять по вот таким маленьким тропиночкам. Как это все смогли отхапать себе, не представляю. А здесь такой огромный гриб, но при этом потрепанный жизнью. Не-не-не, Лекси, мы его не пробуем, потому что что-то ему нехорошо очень явно. Вот что эта жопа так напрягается? Вот я прям вижу, напрягается, стоит, охотится за кем-то. Либо он за лошадкой пасущейся, либо какой-то кошара пробегает там. Майк на пофигизме такой сидит, ничего его не волнует. А Рокки надо выглядывать, быть в курсе всех дел. Мы будем съезжать на квадрике. Сейчас укомплексовываем. Опа! Давай, давай, давай! Молодец, молодец! Усядусь. Давай, Рокки, наверное. Отпускай из поводка. Рокки, давай, прыжок! Рокки, прыжок! Прыжок, мой хороший! Рокки, ко мне! Прыжок! Только расслабь, расслабь полностью. Давай, 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 решайся! Давай, не плакай! Опа! Лекси! Молодец, девочка, молодец, девчулька! Вот, видно, самая молоденькая. Девчата, вон, не такие. Запрыгивать там, да и кобыли. Молодцы, уселись, и сейчас у нас экстрим будет начинаться. Стоп! Такого еще точно не было. Всех троих привязали. Американские горки сейчас как на банане. Дуже дякуем, гарного дня! Спасибо этому домику, мы едем дальше. Сидеть, 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 сидеть! Сидеть! Все равно приходится их держать, потому что они на такой суете. Я майка зажал у себя под рукой, чтоб не рыпался. Этих держу, сам уперся. Оу-оу-оу-оу! Система сломана. А в целом-то какая красивая дорога у нас, а? Молодцы мои, молодцы! Где их только не покидала жизнь, со мной пошарится. Реально, это ведь за всю нашу жизнь, 8 лет жизни с собаками, это уникальные кадры. А тут уже обрыв. С этой стороны мы едем тупо по обрыву, Рокки, вообще по обрыву. Капец! Круто! Сидеть, сいきます! Ох, ты тупая! Ох, ты тупая, взяла и сиганула. Сейчас. Какое ж ты у меня дурное Вот чё, мужики нормально сидят А ты баба Такие дурные Обратно Нельзя, нельзя, Алексей Выпрыгивать, нельзя, тебя могло вообще Под колесо заживать Ты же привязана, дырёха Что у тебя было в голове, что ты решила Сигануть, а? Это был смертельный номер, реально Дырёха моя Видали, просто такая, ей надоело Решила сойти, всмотрелась Вот здесь удобненько, я погнала Опасненько Мы так сейчас тут наклонились Все жопы сюда скатились Ух, ещё и по грязюке Молодец, Рокки, вбился тут В самое, Алексе держать Всё равно надо, рвётся во все стороны Рокки Ты нормально улёгся И Рокки уже устроился И Майк тут морду положил И слушает истории Одна Лекси собирается сдрыснуть Передала эту лампочку Я не зря её качал, чтобы тебя держать Вот так вот буду держать Кто готов бороться по армах? Обрывы, да ещё и дорога такая Вся в глине В воде можно застрять Опасный номер Тут нужно ещё и разойтись С машиной Вот это мы ювелирно Ювелирно проходим Оп Чётенько, чётенько, чётенько Да, вы чё, прикиньте Да, разошлись Но за каждым поворотом Всё новые и новые пейзажи открываются Рокки уже нормально улёгся Майк тоже уже освоился А вот за Лекси я продолжаю переживать Чё у неё в башке неизвестно Наконец-то улеглась она Шо вы за махачи, тихо Я вам стягану Теперь тут следующий суицидник Именно в очередь стал Да вы шо, да вы шо Всё, доехали Финишная прямая Молодцы Молодцы такие Я не ожидал, что Тихо, тихо, тихо Не-не-не, Майк Нельзя Молодцы, добрались Добрались Спасибо огромное Потерпите Сейчас мы сначала вещи перенесём А потом и вас До вас тоже дойдёт очередь Кайф Вот это путешествие Всё, уже на высоком старте Готовы к дальнему путешествию Нет, подожди, Майк Майк, подери лапы Стоять, стоять Молодцы, молодцы, молодцы Сделали Всё, спасибо большое Спасибо большое Красивенько Мы сейчас передвигаемся в новое место Едем в новый домик Вид, конечно, здесь очень красивый Но дорога просто ужаснейшая Дерьмове сложно прямо придумать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому